Ну а теперь поговорим о нашем с вами будущем, точнее о прогнозах на это будущее. За прошедший год дисбалансы в мировой экономике настолько обострились, что Банк России заложил сценарий глобального финансового кризиса в проект основных направлений монетарной политики. В этом случае Россию вновь ждет рецессия. Банк России по традиции представил несколько макроэкономических сценариев, базовый и три альтернативных. Но если в прошлом году наихудшим сценарием был рисковый, и он предполагал повторный рост заболеваемости коронавирусом в мире и ряд других шоков, то теперь ЦБ предупредил, что в глобальной экономике накапливаются дисбалансы, которые даже в условиях постковидного восстановления могут привести к системному кризису. При глобальном финансовом кризисе, по оценкам ЦБ, ВВП России уменьшится на 1,4%, а то и на 2,4%. ЦБ придется поднять ключевую ставку в пределах от 8,3% до 9,3%. Правительству же, как и в 2020 году, придется отступать от бюджетного правила, чтобы поддержать экономику и внутренний спрос, считает ЦБ. Рецессия обернется падением спроса и снижением цены на нефть почти вдвое. 75 долларов в 2022 году до 40 долларов за баррель в 2023. Примечательно, что вариант с кризисом рассматривается не в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, а наоборот при ее улучшении. Если пандемия начнет сходить на нет, мировые центробанки прекратят накачивать рынки дешевыми деньгами по низким процентным ставкам, кредиты подорожают, а курс доллара повысится. Возвращать долги станет гораздо сложнее, как и инвестировать в производство. Это, в свою очередь, может привести к резкому сокращению спроса на сырье и рисковые активы, то есть больно достаточно ударить по развивающимся рынкам, включая Россию. Давайте подробнее говорить об этом. У нас в гостях Олег Рензин, заместитель директора Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук. Доброе утро, Олег Маркович. Мы уже сказали, что Банк России традиционно представляет несколько макроэкономических сценариев, делает такие прогнозы. Можно ли сказать, что они действительно часто и реально сбываются? Ну, во-первых, он делает это не традиционно, он делает это по закону. Это один из элементов работы бюджетной системы России. Это краткосрочная прогноза, которая делает Банк с точки зрения того, каким образом те политики, которые осуществляются в стране, будут отражаться на денежно-кредитных изменениях, денежно-кредитных инструментах, их запуске или, наоборот, притормаживании. Поэтому с точки зрения, так скажем, того, что делается, это обычный, запланированный по времени, запланированный по структуре документ, большой достаточно документ, где-то более 150 страниц, в котором излагается та часть экономического развития, которая связана с зоной контролируемого центрального банка. А вот хочется понимать, вот эти прогнозы, это просто по закону обязательная обязанность Центробанка, чтобы потом сказать, да, мы же вам говорили, или это некая дорожная карта? Там немножко не так, потому что то, о чем вы говорите, это одна из частей. Одна из частей вот этого вот основных направлений денежно-кредитной политики. Вот те сценарии, о которых идет речь, причем это довольно новая такая штука, в том виде, который мы сейчас с вами рассматриваем. Раньше сценарии делались, ну, они сопровождали те планы, которые были намечены в экономике, и к этому пристраивались, так сказать, некие варианты того, каким образом будут выглядеть действия Центрального банка, в том числе установление ключевой ставки и прочее, прочее, прочее. Вот. Писался, ну, так, тот вариант, который считался оптимистичным, тот, который пессимистичным, и в этом интервале выбирался, так сказать, средний. Ну, знаете, чиновничья работа, она, в общем-то, такая, что пессимизм – это, так сказать, скрытый оптимизм. Вот. И никогда не было вот таких вот штук, когда вставлялись в прогнозы оценки рисков, оценки вот таких макроэкономических рисков, которые, в общем-то, действительно существуют. И наш предыдущий год развития, и этот год развития показывает, что мы не можем мимо этого пройти. И вот здесь вот Центрального банка довольно логично это выстроило, надо сказать, что прогнозы, конечно, бывают самые разные. Вот. Бывают прогнозы, которые угадай-ка, вот, так сказать, ну, а, может быть, это произойдёт. Бывают прогнозы, которые построены на очень сложных математических моделях, прогнозы, которые можно делать на десятки лет. Вот в институт, в котором я работаю, занимаются наши специалисты, делают прогнозы, там, до 2050 года и так далее. Вот. И это предполагает некий научный аппарат, некую информационную базу, некие приёмы, которые отработаны, обоснование того, что есть. Центральный банк располагает, кстати, таким аппаратом, и надо сказать, что это профессионально сделано очень неплохо. И одновременно это не так, знаете, вот то, о чём вы говорили, вот этот вот алармизм. Вот. Да, да, это опасно здесь, вот сейчас, вот риски. На самом деле, это понимание того, что при определённых условиях может быть та или иная траектория развития. И вот эти траектории развития показывают, да, на самом деле, 22-й год, короткий вообще, на короткий период, 22-24-е годы. В экономике это ничто. Вот. Это завтра, послезавтра, и это всё нужно, конечно, и можно предусмотреть достаточно уверенно. Но и здесь вот эти вот развилки, которые сразу обозначают Центробанк. Правильно вы сказали о том, что возможен сценарий того, что будет повышение рисков, связанных с пандемическими всякими вот этими процессами. Мы это, в общем-то, с вами прекрасно испытали. Мы знаем, что такое 20-й год, когда вся мировая экономика взяла и рухнула. И рухнула, так сказать, по оценкам от 3,5% до 4,5%. Разные оценки. Для некоторых стран это десятки процентов были. Но это не экономический кризис. Это кризис, который вызван вот в той ситуации, которая с точки зрения экономики определила новые правила игры, новые ограничения. Ну, в том числе, заводы закрывались, соответственно, люди не получали доходов, соответственно, сфера услуг ничего не помогла. Ну, всё. И Центральный банк, в общем-то, совершенно справедливо говорит. Да, вот вам развилка. Развилка. Мы выходим с пандемии на более спокойные режимы работы. Ведь в более спокойные режимы работы предполагают, что мы, так сказать, вот эти мероприятия, там, вакцинация, различные медицинские, так сказать, ограничения, умения, накопленный опыт, как, собственно говоря, лечить, как к этому относиться, как не допустить дальнейшего развития. Да, это в этом варианте мы можем смотреть различные, так скажем, тренды, в которых будут развиваться события. Есть то, что связано, да, мы пока не можем с уверенностью сказать, что не будет там третьего, четвёртого, пятого витка пандемических вот этих вот осложнений. И Центральный банк, вишь, да, ну, что в этом случае будет для российской экономики? По их оценкам, в этом случае для российской экономики будет стагнация. Стагнация. То есть, по сути дела, мы не сможем развиваться. Мы застрянем вот в том режиме поддержания экономики, который и нам не нравится, и, в общем-то, наверное, не нравится нам, как экономистам, которые этим занимаются. Это не нравится населению, это не нравится, в общем-то, участникам бизнес-процесса. Я прошу прощения, вот как раз население, вот коротко, если получится, а нам-то как реагировать на эти прогнозы, нам, просто людям? Знаете, когда-то один хороший русский писатель написал про другого хорошего писателя, он сказал, он меня пугает, а мне не страшно. На самом деле, все кризисы, о которых мы с вами говорим, они имеют несколько таких точек соприкосновения с каждым участником процесса, и с нами лично. Ну вот, вы помните, как на вас сказался там кризис 2008-2009 годов? Вы уже взрослые люди. В целом, да. Думаю, что многие помнят. Вот, это затронуло что? Это затронуло ваши доходы. Да, и расходы. В какой-то мере, совершенно верно. Да, появились какие-то вот эти инфляционные процессы, которые тем или иным способом повлияли на ваши семейные бюджеты, на вашу, так сказать, политику перспективного планирования жизни, и не только хозяйственной жизни, но и многих других процессов. Разумеется, разумеется, это будет определять некие изменения в поведении. Ну, во-первых, то, что вы сказали, кризис, вот кризис, это одна из вероятных, возможных, ну, так скажем, вообще оценка рисков, которые вот сейчас ввели. Профессионально-финансовая сфера этим занимаются очень серьезно. Это вот сейчас попало в тот государственный документ, в котором, по сути дела написано, да, речь идет о том, что это один из вариантов развития событий. Если мы будем, так сказать, рассчитывать на то, что он, возможно, его реализация, то мы подготовим вот эту вот соломку, которую мы подстелим, и поэтому тогда мы сможем ослабить влияние, ну, прежде всего, то, что это соответствует государственной политике. И через участие государства вообще в 2020 году и в 2021 году именно правительство создали для всех стран мира вот те режимы выхода из кризисного положения. А теперь мы набрали еще опыт. У нас есть опыт, и мы можем заранее предусмотреть некоторые шаги, отмечая, пользуясь уже теми оценками, которые мы получили, позитивными оценками и негативными, то, что может произойти. Поэтому рассчитывать на то, что вот в этом интервале, в интервале от, так скажем, слабого развития до развития уверенного, мы попадем в кризисное, когда экономика начнет падать, такого, как в 2008 году, уже падения не будет. Там было 9%. Ну, уже позитивно. Вот, если даже в самом худшем варианте, по оценке Центрального банка, речь идет там 2-2,5%, что менее ощутимо для экономики, менее ощутимо для... Олег Мартович. Ну, вот позитив мы нашли в вашей речи, в конце концов. Бояться рано – это самое главное. Позитив не в том, позитив в другом. Мы понимаем, что наша основная задача сейчас – не бороться с возможными какими-то кризисами, которые в будущем, а именно сейчас находить рычаги и находить те способы, чтобы эти кризисы не появились. И в этом как раз и заслуга Центробанка, и то, что это попало вот в ту экономическую политику, которой занимается наша страна. Спасибо вам огромное. Напоминаю, в гостях был Олег Рензин, заместитель директора Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии Наук.